Рассмотрение в первом чтении проекта регионального бюджета на 2022-2024 годы и вопрос о присвоении Балакому статуса города трудовой доблести. Эти темы стали главными на очередном заседании законодательного собрания Тверской области. В нем принял участие губернатор Игорь Руденя. Подробности в нашем сюжете. Основными приоритетами при формировании бюджета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов стали реализация национальных проектов и обеспечение бюджета развития. В бюджете предусмотрены средства на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на областном и муниципальном уровнях. Также среди приоритетов государственная поддержка в сфере сельского хозяйства, промышленности и предпринимательства, туризма. Обеспечение выполнения социальных обязательств, повышение качества и доступности услуг для населения, обеспеченное финансированием деятельности и укреплением материально-технической базы учреждений. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованием, дальнейшее сокращение государственного долга. Мы на себя взяли большие обязательства по объектам здравоохранения, по объектам образования. У нас очень большой план мероприятий по приведению нормативного состояния дорожной сети. Включили дополнительные приложения в такие ключевые направления, как адресно-инвестиционная программа, как программа строительства и ремонта дорог на 5 лет. В целом, в ближайшие три года прогнозируется рост доходов областной казны. С 62 миллиардов 357 миллионов рублей в 2022 году до 68 миллиардов 113 миллионов рублей в 2024. Основными источниками собственных доходов бюджета остаются налог на прибыль организации и налог на доходы физических лиц. Как и в предыдущие годы, проект областного бюджета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 сформирован на основе государственных программ, что позволяет создать основу для обеспечения эффективного использования средств областного бюджета, проведения оценки результативности и эффективности бюджетных ассигнований. Подавляющее большинство депутатского корпуса, они заметили преемственность по отношению к бюджету действующего года 2021 года. И вот те основные тенденции, которые есть, как сейчас Игорь Михайлович сказал, к увеличению АИП, это увеличение денег на дороги, это, конечно, расходы на здравоохранение, потому что мы находимся в той ситуации, в которой сейчас находимся. Я думаю, что мы этот бюджет поддержим. Тем более, что большинство депутатов, подавляющее большинство, это те люди, которые шли с губернатором Тверской области в одной команде из сентябрьских выборов. Еще одним вопросом очередного заседания регионального парламента стало рассмотрение проекта закона о городе Тверской области, удостоенном почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Такой статус указом президента страны Владимира Путина был присвоен балагому в сентябре 2021 года, после того, как Игорь Руденя озвучил главе государства инициативу жителей города. Это, во-первых, статус. Это статус территории. Это сохранение исторических заслуг людей, которые в самый сложный период времени трудились, работали, защищали эту территорию. Это наша дань уважения к старшему поколению, что является неотъемлемой частью вообще философии российского народа. Это, я думаю, ключевой фактор. Кроме того, на заседании внесены изменения в законы Тверской области, в соответствии с которыми детям войны, проживающим в регионе, устанавливается ежемесячная выплата в размере 800 рублей. Также постановлением ЗАГС Собрания назначена председатель контрольно-счетной палаты Тверской области. Им стала Татьяна Ипатова, которая уже более 10 лет возглавляет региональную КСП. А Надежда Егорова была вновь избрана уполномоченным по правам человека в регионе. Продолжение следует...